Привет, друзья! С вами Алексей Савцов, и мы находимся на причале гостеприимного яхт-клуба-ресторана Waterhouse. Сегодня мы запишем вторую часть обзора про моторную лодку Albacore 560 Fish. Она будет состоять из обзора установленного оборудования и тест-драйва на воде. По традиции начнем обзор сноса лодки. На носовой потопщине мы установили электромотор с функцией якоря MotorGuide 36 вольт. Длина штанги составляет 72 дюйма. Винт электромотора мы оборудовали быстросъемной гайкой. Также на носу разместилась одна из розеток экшн-камер. Провод питания электромотора мы оснастили удобной силовой розеткой Маринка. В рундуке для спиннингов разместился отсек для тяговых АКБ. В рундук для тяговых АКБ мы установили три лиферные батареи емкостью 105 Ач, ключ питания, тепловой автомат, зарядное устройство Минкота МК-3DC и смарт шунт. Также справа выше расположился Систар Протап контроллер. Рыбопоисковый комплекс данного моторного судна состоит из трех дисплеев. Lorenz HDS 16 Live, Lorenz HDS 12 Live и Raymarine Axiom с диагональю 7 дюймов. Для эхолотов картплотеров мы изготовили силовые кастом кронштейны. Теперь они очень надежно зафиксированы. А для Lorenz HDS 12 Live мы изготовили в том числе и силовую скобу. Рулевую колонку мы оснастили механизмом наклона. За управление вертикальным перемещением лифта, а также тримом отвечают подрулевые переключатели Систар Протрим. Виктрон Смарт Шунт – это устройство, которое позволяет определить время работы до разряда АКБ при текущей нагрузке. Под консолью судоводителя на силовом кронштейне расположилась сборка зарядных устройств, состоящие из пяти ЗУ Виктрон. Мэджик Бокс, Блок 3D, Сетин Мей 2000 и другое оборудование мы разместили на специально изготовленной панели дополнительного оборудования. При использовании корректора координат Мэджик Бокс оптимальным местом для расположения антенны с магнитным компасом является пассажирская консоль. Именно здесь мы установили антенну с магнитным компасом Лоренс Пойнт 1. Сидение в данной моторной лодке мы оснастили предсерийными образцами слоек Доминатор X от компании Ботмастер ПРО. В техническом рундуке слева от аэратора мы установили стартовую батарею, литиевую сервисную батарею, батарейный изолятор от компании Виктрон Энерджи, ключи дистанционного питания, а также кнопку управления дистанционным питанием. В рецессе все, как обычно, аккуратно скомпоновано. Гидравлические шланги, защитные оплетки, троса, топливопровод и моторный кабель, защитный гофри Меркури. Также в рецесс выведен коннектор палубного душа Johnson Pump. Моторную лодку Альбакор 560 мы оснастили удобным кринолином собственного производства. На нем мы смонтировали трап с четырьмя ступенями и удобную ручку, при помощи которой можно легко спуститься и подняться из воды, а также можно придержаться ногой. Данный кринолин монтируется без сварки, и мы можем оснастить подобной трансовой площадкой практически любую лодку. На этом часть про оборудование подошла к концу, а теперь давайте прокатимся и посмотрим, какие максимальные показатели скорости и какую топливную экономичность покажет эта лодка. Сейчас мы посмотрим, какие скоростные топливные экономические показатели получаются у нашей лодки. Загрузка 4 человека и полный бак топлива. Обороты 3500, скорость 42 километра в час, моментальный расход 19 литров в час. 4000 оборотов, скорость 53,9, моментальный расход 25 литров в час. 5000 оборотов, скорость 70 км в час, расход моментальный 45 литров в час. Максимальные обороты 5500, 5600, скорость 76,9, 77. Максимальный расход топлива моментальный 56 литров. Подвесной мотор Меркурий F-150, винт стальной, инерция 19 на 14. В лодке 4 человека. Покажи, пожалуйста, что в лодке 4 человека. И полный бак топлива. Продолжение следует... Наступил вечер и это самое лучшее время, чтобы показать подсветку, которую мы установили в лодку. Вечерняя подсветка состоит из диодных светильников Этвуд, красного спектра свечения. Чем хорош красный свет? Все очень просто. Глаз не перестраивается при перемещении взгляда с источника освещения в темноту. Это очень удобно, ведь красную подсветку можно не выключать во время движения. Например, когда напарнику нужно что-то перевожить в лодке или взять что-то из рундуков. На этом наш обзор подошел к концу. С вами был Алексей Савцов и технический центр Бутмастер ПРО. Хочу выразить огромную благодарность яхт-клубу Waterhouse за предоставленный гостевой причал для тест-драйва и видеосъемки нашего сегодняшнего обзора. На территории яхт-клуба располагается ресторан, зал караоке, гостиничный и банный комплекс, бассейн с подогревом, которые работают круглый год. Яхт-клуб Waterhouse – это отзывчивый и внимательный персонал, вкусная кухня, прекрасный интерьер и атмосфера в клубе, который даже в самый холодный день согреет своим теплом и уютом. Ссылку и адрес яхт-клуба можно будет найти в описании к нашему видео. А теперь точно, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok